Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В Беларуси расширили список экономической деятельности, которая не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при уплате единого налога. С начала года почти 290 безработных жителей Гомельской области получили субсидии для открытия собственного дела. Одна субсидия выделена для организации дневного пребывания с детьми. Смотрите интервью с начинающей бизнес-леди. Мне кажется, что такой достаточно актуальный вопрос, когда ребенка оставить не с кем. 28 сентября пройдет очередной аукцион по продаже неиспользуемого госимущества. Объекты расположены в Гомеле и районах. А теперь об этом и не только. Подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 337 о регулировании деятельности физических лиц. Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Перечень расширили за счет таких видов деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов, обуви, пошиву одежды, настройки музыкальных инструментов, распиловки дров, погрузки грузов, кладки печей и каминов. А также выполнение отделочных работ, оказание гражданам услуг в сфере компьютерного программирования и консультирования. В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну. Парикмахерские и косметические услуги. Планируется, что указ повысит самозанятость населения и вовлечение его в экономическую деятельность. В продолжение темы самозанятости. С начала года почти 290 безработных жителей Гомельской области получили субсидии для открытия собственного дела. Из них 33 человека для организации ремесленной деятельности. Причем за весь прошлый год на эти цели субсидии взяли на 10 человек меньше. Всего же в 2016 было выдано 370 субсидий. Получить безвозмездную помощь от государства можно для открытия ИП, организации агроэкотуризма или начала ремесленной деятельности. Субсидия в настоящее время выделяется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это немногим более 2000 рублей белорусских. Вместе с тем граждане, которые проживают в малых городах, в районах с высоким уровнем напряженности и в сельских населенных пунктах, субсидия выделяется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это порядка 3000 белорусских рублей. Как правило, субсидия у нас выделяется на организацию розничной торговли, на услуги в сфере такси, автомобильных перевозок, перевозок грузовым транспортом, услуги связанные с деятельностью парикмахерских салонов красоты, услуги связанные с ремонтом, обслуживанием оборудования, ну и еще ряд видов деятельности. Следует отметить, что всем безработным гражданам, которые желают организовать предпринимательскую деятельность, предоставляется службой занятости возможность пройти обучение основам предпринимательской деятельности на организуемых службой занятости курсах. Кстати, одна субсидия была выделена гомельчанке для реализации проекта по дневному пребыванию с детьми. В столице такие центры популярны, и их становится все больше. Это очень важное социально ориентированное направление. Не все имеют возможность отдать ребенка в детский сад или просто не хотят. И не у всех есть бабушки, которые могут остаться с ребенком вечером или в выходной день. Так как проект для области уникальный, наша съемочная группа решила оценить его в действии. Первые плюсы – удобное расположение в центре города, уютный интерьер и доброжелательная команда. Пока, правда, представленная только дуэтом из руководителя и воспитателя. Заглянув в детскую игровую комнату, мы как раз встретили маму, которая привела сюда свою дочку. Появилось срочное дело о ребенка, который не посещает детский сад, оставить не с кем. Очень хорошо, что у нас в городе открылся такой мини-детский сад, потому что не всегда мама может быть свободна. У нее могут быть какие-то неотложные дела, и мало кому, наверное, могут помочь бабушке, дедушке. Вот, например, в моей ситуации мне удобнее ребенка привезти в такой мини-детский сад. Здесь очень уютная обстановка, очень так спокойно, очень классные игрушки ребенку нравятся. В чем специфика проекта? Родители могут оставить здесь ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, не более чем на 3 часа. Все это время за ним будет присматривать воспитатель со специальным педагогическим образованием. Правда, кормить и укладывать спать здесь не будут, а вот играть с ребенком, рисовать и читать ему сказки сколько угодно, причем за вполне приемлемую плату. Мы с детьми пока не проводим развивающие занятия, просто играем в сюжетно-ролевые игры, в настольный печатный у нас очень много, можем посмотреть, в театр показать, рисовать. У нас очень большая грифельная доска, дети очень любят мелками рисовать. И по желанию с детьми строим, как бы места хватает двигательной активностью заниматься, разукрашиваем, как бы по желанию ребенка в основном, игры всем. А если у мамы, папы какие-то дела появились, вот, ребенка оставить не с кем, можно приводить к нам до 3 часов, допускается по санитарным нормам пребывания ребенка у нас, потому что у нас отсутствует прием пищи и сон. Поэтому до 3 часов, вот, мама, папа обращается, заполняет анкету, указывает все свои паспортные данные, получает чек, оплачивая услугу. И когда приходит забирать ребенка, предъявляет паспорт, чек – это строго и обязательно для безопасности. Вот, ребенок, конечно, да, должен быть здоров обязательно, чтобы не подвергать опасности других детей. Работаем мы ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни, по предварительной записи с 8 до 10 вечера можно позвонить, предварительно записать ребенка, вот, на любое время, которое вам удобно. Выданные субсидии, а это, напомню, порядка 1000 долларов в эквиваленте, Мария Стапенко хватила, чтобы купить мебель, игрушки, заняться рекламой, оплатить первый месяц аренды помещения. Если все повезет по плану, то подобные центры предприниматель хочет открыть в других районах Гомеля и, возможно, даже за его пределами. Идем дальше. В Беларуси в августе выросло среднее пособие по безработице. Об этом сообщили в Министерстве труда. В прошлом месяце выплаты увеличились почти до 28 рублей. В результате самым большим среднее пособие по безработице стало в Гомельской области. Оно составило чуть менее 31,5 рубля. Самая низкая в Гродненской чуть более 25 рублей. И последняя новость выпуска. 28 сентября пройдет аукцион по продаже неиспользуемого госимущества, расположенного в Жлобинском, Лоевском, Будокошелевском, Октябрьском, Калинковичском, Житковичском, Гомельском районах и в Гомеле. Всего на торги выставят 13 объектов. В числе самых недорогих лотов здание музыкальной школы в деревне Уборок Лоевского района. Начальная цена чуть более 6,5 тысяч рублей. Здание образовательного учреждения начальной школы выставлено на торги в деревне Доброгоще Жлобинского района. Стартовая цена около 27,5 тысяч рублей. Самый дорогой лот – здание бывшего центра социальной адаптации, расположенное в Гомеле по улице Спортивной. Начальная цена более 70 тысяч рублей. Подробную информацию можно узнать по номерам телефона в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43. На этом у меня все. Встретимся через неделю.